С этого года на законодательном уровне изменились условия предоставления кредитов и займов. Это касается банков и микрофинансовых организаций. Одно из нововведений – максимальная сумма долга по договору микрозайма, заключенного в этом году, не может превышать первоначальный долг более чем в полтора раза. Теперь после достижения этого показателя кредитору запрещается начислять проценты, неустойки, взимать пени и другие платежи. В Чувашии 18 микрофинансовых организаций. Они быстро и без большого пакета документов выдают займы населению. При этом берут огромный процент. Часто между клиентами и такими организациями возникают споры. С этого года для рассмотрения таких денежных вопросов можно обратиться к финансовому уполномоченному, если размер требований клиента о взыскании денег не превышает 500 тысяч рублей. В конце прошлого года МФО запретили выдавать займы под залог жилья. Эта мера прежде всего была направлена на борьбу с черными кредиторами, которые себя выдавали за законопослушные МФО и проводили рискованные сделки с единственным жильем заемщика. Все банки и микрофинансовые организации при предоставлении кредитов и займов от 10 тысяч рублей обязаны рассчитать клиентам показатель долговой нагрузки. Он поможет заемщику оценить свои возможности по погашению долга, а кредитору при необходимости выдать меньшую сумму займа. Это соотношение платежей, которые, в общем-то, платежи по всем ранее не погашенным кредитным займам относятся к его ежемесячным доходам. Если, конечно, такие платежи уже достигают, сумма по таким платежам достигает 50% и выше, то такой ПДН считается высоким. Сотрудники Национального банка рекомендуют хорошо взвесить свои финансовые возможности при оформлении кредита или займа. И обязательно убедиться, что банк или микрофинансовая организация – легальные участники финансового рынка. Сделать это можно на сайте Банка России. И всегда внимательно читайте документы перед тем, как их подписывать.